Да, я пока иду на интервью, расскажу, что сейчас ехала в такси и смогла с таксистом поговорить уже на сербском совсем немножечко, но всё же после полугода проживания могу что-то сказать и понять, что мне говорят. Причём я специально не учила никаких сербских курсов язык, вот у меня дети учат и уже могут говорить, вот, а я вот так пока хватаю. И это на тему похожести языков. Пойдём и поговорим с Дианой. Добрый день, друзья, приветствую вас на своём канале. Сегодня у меня в гостях, можно так сказать, прекрасная Диана Корановича. Вот, она владеет школой сербского языка здесь у нас в Белграде и сегодня мы побеседуем про сербский язык, как его лучше изучать и вообще про все особенности, которые нам так сейчас с вами интересны. Ну что, Дианочка, я прошу тебя, расскажи немножко, пожалуйста, о себе, как ты стала преподавателем, ещё с прекрасным русским языком. Вот, а как ты вообще к этому пришла? Ну, вот, всё такое интро про себя, чтобы, ну, под мои слушатели, вы узнали о тебе. Так, ну, всем привет. В общем, я по образованию фиолог и театрал. И совсем случайно так получилось, что я переехала в Россию. Ну, я сейчас говорю, как именно началось с моего сотрудничества, моя работа с русским учеником. Я там окончила день магистратуры, получается, и параллельно делала всякие разные театральные проекты и решила начать уже в России практику подавания. То есть, у меня уже был опыт в Сербии, но никогда до этого не было никогда сусловно. Вот, и так что, как началось, я попробовала, я поняла, что работать с русскими это не так уж сложно. То есть, если работаешь с, если одинаково чувствуешь человека, то язык, на котором ты приходаёшь, это, опять же, не так уж ваша, что ты не твой, там, родной язык, например, да, с нас. Вот, и поэтому, да, это как-то так получилось, что, может быть, это 8 лет назад, вот, именно с русскими. И, да, сначала у меня была такая частная практика, после частного аппетита работала, потом уже в школах, преподавала и сербский, и английский. И сейчас я вернулась, получается, в марте этого года в Сербию. И ещё раньше у меня была идея, может, открыть свою школу, чтобы, опять же, как-то, не на своих условиях всё-таки организовать этот учебный процесс. И сейчас я поняла, что, да, почему бы этого и не сделать недорого, да. Спасибо большое. Я просто хочу сказать, что у Дианы учится моя дочь, Ульяна, и мы очень довольны, и очень благодарны, и продолжаем учиться, и очень ждём ваших результатов, хотя они у нас уже есть. Ульяна очень талантливая, надо сказать. Спасибо большое. А скажи, пожалуйста, вот сейчас, с кем ты работаешь, кто эти люди? Это люди самые разные. У нас, во-первых, по возрасту. Что взрослые, что дети, совсем маленькие, школьники, студенты. То есть очень разные люди. И это разные профессии. Да, вот про профессию. Да, это очень интересно, потому что у нас есть программисты, есть перекмахи, есть карты, да, шангеры, да, очерк, менеджеры. То есть вообще самая радость. То есть не только программисты, как все думают, что они были в областях, но только программисты. Нет, абсолютно не только программисты. И я, на самом деле, очень благодарна за эту возможность познакомиться с такими классными людьми, которые очень сильно это помогают. И, ну, ты знаешь, как-то, что-то, 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 у меня же был опыт, да, в жизни, в любой стране. Как у сейчас этих людей, это такой же опыт просто в моей стране. И я чувствую, что у меня есть что-то дать. Видите? И опять же, что-то получить со мной, да. То есть что, ну, какой-то новый опыт, что-то, что-то очень интересное. Ты как проводник, ты у нас теперь как проводник здесь, да, в Сербии и вообще в сербский язык. Потому что, ну, не знаю, языка очень сложно, на самом деле, понять. Вот прям вот так, как ты хочешь, до конца страну, до конца людей. Я думаю, что язык очень сильно приезжает. Хотя все мы знаем, что английский международный, да, мы сюда можем говорить на английском. Но в целом, если ты долго живешь в стране, то есть там, чтобы не подать. Ну да, это была очень интересная история с языком, что язык, знаете, определяет наше сознание. И то есть, если действительно интересно узнать людей, узнать санитаритет такого-то народа, это невозможно полностью себя чувствовать без знания этого языка. Конечно, можно общаться на английском или продолжать общаться на русском. Кстати, да, многие понимают старшее поколение особенно. Ну вот смотри, по поводу как раз похожести наших языков, так как мы входим в одну группу славянских, да, только русский, по-моему, в восторжнославянскую группу, да, а сербский южнославянский. То есть есть похожие слова, которые, в принципе, можно понять. Но, сотни, можно ли самостоятельно выучить? Или только при помощи преподавателей просто? Действительно, можно самостоятельно просто. Есть некоторые моменты. Во-первых, зависит от человека, от того, насколько человек готов самостоятельно работать, насколько человек систематичен, да. Во-вторых, это, скорее всего, будет не фонтан, просто это будет больше неуменений, больше усиленений. Потому что здесь, ну вот я, например, сейчас с перспективы ученика или никакого преподавателя, я, ну, учусь русский, немецкий, английский, и именно из этого опыта тоже я понимаю, что очень здорово, когда просто есть что-то, что дает, то-то, что дает тебе структуру, то есть, ну, включает эту реформацию. А так, естественно, то есть, даже если есть преподаватель, то очень важно, чтобы человек работал самостоятельно. Без этого не получится. Точно. Потому что и преподаватели, и учебники, и там всякие ролики, музыка, это всего лишь средство. Согласна. А коммуникация должна быть и он пушит? Конечно, и коммуникация, и то, что я там активно запоминаю, изучаю там слова, обращаю внимание, если там мы общаемся, обращаю внимание на определенные фразы, стараюсь их запомнить и так далее. То есть, это, да, работа с языком. Опять же, есть и случаи, я знаю таких людей, что могут жить, например, 10 лет в Сербии, и не знаю. Да, я тоже имею таких друзей, они тут более 5 лет, и им классно с английским. Но сейчас все-таки, когда они стали делать стальную игру, вот, по-моему, это называется, да, когда уже после 5 лет, ты делаешь какую-то другую игру. Да, сначала мы можем очень долго, потом уже мы можем подключить, надо отражать. Да, в общем, сказали, ребят, ну, хватит вам уже, давайте уже учить, и Сербский сколько уже можно на английском. В общем, ребят стали учить текст. Нет, ну это очень классный язык, то есть, я правда всем рекомендую... Он легкий? Нет. Скажи, пока... А, он не легкий. Ну, что значит, легкий? Это... Как, слышно, так и пишутся. Разве это не легкое? Ну, это легко, окей. Ну, опять же... Не, ну, сложно сказать, что какой-то язык легкий, какой-то нет. Ну, про английский, например, все говорят, ну, это просто. Ну, действительно, это самый, например, простой язык для того, что будет общаться на базовом уровне, там... У нас очень сложный движение. У нас один главный вопрос. И че, и все. Это и идти, и ходить, и ехать, и ехать, и ехать. Это же нет. И че. И че? Да. И че. Супер. Я не слышала ни разу перед речкой. Да, идем, и ехать, и ехать, и ехать, и ехать, и ехать, и ехать. То есть, вот это конечно классно, но за... То есть, знаешь, чем фишка? Вот я лично как человек и как преподаватель. Мне важно почувствовать человека. Очень важно почувствовать группу. Поэтому это идет как всегда в любом изучении, в любом языке. Это сначала идет, там, первый этап, где ты понимаешь написанный текст. Ну, начинаешь понимать, потом услышанную речь. Потом уже развиваются навыки, это креативные навыки, креативная активность. То есть, что ты создаешь язык, что начинаешь уже писать, чувствуешь, чувствуешь это, понимаешь. А вот вообще говорить, это последний уровень, последний уровень.